Ну, думаю, вы знаете, что по Фламиндону прогуляться не удалось, поэтому решил, как бы, не удалось, как бы, на дельфин зайти. Если честно говоря, и так было, у Паяницы не очень, а после встречи с этим Кабыздогом, и того, подадно. Так, сейчас, видимо, где-то с какой-то стороны поедет. Что-то такое. Хотя ни с какой стороны вообще не вижу. Поэтому вот так вот не поступайте, так не делайте. Пляж Зельфин. Спустимся, посмотрим, что там. Даже возникает желание сделать эфир сейчас, потому что потанет. Не знаю, почему. Насколько я знаю, сегодня было много дельфинов. Или мне кажется, что я их вижу тоже. Наверное, кажется. Ну, были они в районе Марины. Туда я сегодня уже не пойду. Не хочу. Вот мужчина там установил ряд удочек и занимается рыбной ловлей. Какая рыба ловится у нас в Черном море? Есть статья на Дзен-канале. Шхуна, Баркас, Мария уже на базе, поэтому мы не увидим с вами. Что он там наловил? Так бы, если бы... Ну, обычно барабулю. Я был свидетелем тому, как они привозили барабулю. Показывал. Это было в прошлом году, правда. Море на пляже Дельфин. Вот такое вот. В принципе. Нежное и ласковое. Ну, иногда может это гнать. В идее практически единицы. Не практически единицы, а трех человек. Я вижу, которые гуляют непосредственно по пляжу. И набережной. Гулять особо так. Некому. Все сейчас наверняка на работе. А у меня такое ощущение, что я буквально вчера здесь был. Хотя я помню. Этот маршрут я проходил, когда я снимал ролик про все пляжи Лазаревского. Вот от начала до конца. Или от конца до начала смотреть, с какой стороны смотреть. Опять же, вспоминаются фотографии. Я не так давно раскопал много всяких разных фотографий. Ну, 2000-х, до то, с начала 2000-х, до 2013-го года. Всякие разные. Со временем я сделаю коротенькие фоторолики. Кроме того, вы мне присылаете периодически фотографии. Татьяна, Александр. Так что, есть с чем сравнивать. Скажем, есть с чем сравнивать. Можно посмотреть, какими были эти пляжи. Лет так 10, хотя бы там уже назад. Ну, 10, 12, 15. И скажу вам, все было намного, намного лучше. Кстати, позвенел, позвенел и перестал звенеть звоночек. И никакого поезда не было. В 2020, точнее, вот в этой части зимы, скажем так, 2021 года, пока никаких таких больших, сильных штормов не было. Но, тем не менее, даже отсюда видно, как вон там, за фламинго, укрепляют. Очень хорошо укрепляют. Вот эти берега, скажем так. Ну, везде. Ну, и все. Не целиком и полностью, но укрепляют. Вот такие вот, я не знаю, как они правильно называются, фигуры вроде, в виде конусов. Выстроены над бетонными такими вот отбойниками. Что-то вспомнилось, как я буквально, года два назад, наверное, еще, когда стояло здесь целое полностью строение, здесь еще были столбы. Вот именно в этом месте с вами провожал солнышко. Докапан с вами, короче, наблюдали. Ну, вот такой вот дельфин нынче. Наверное, ничего нового я до вас не донес. Сам прекрасно понимаю. Чтобы доносить что-то новое, надо показывать что-то новое. Ну, так, ну, что, вспомнили про пляжи доброе и летнее. А вот летние ролики я вам буду, наверное, потихонечку выкладывать. Там в основном полеты у меня, правда. Да, хотел с вами поделиться информацией, что с полетами у нас вообще все плохо. Вообще-вообще. Как вы знаете, я зарегистрировал Дракариса, он теперь у меня зарегистрирован и начал заниматься изучением документации. Как правильно, как выходить, точнее, не в море, а в полет совершать. Там энное количество всяких разных ограничений. Кроме того, Лазарская попадает в бесполетную зону. Это, я имею в виду, связанную с нынешними специальной военной операцией. В том числе... Нет, там ближе к Головинки именно это ограничение отпадает, но там еще ряд других всяких. Я, конечно, не буду оставлять попытки сделать все в рамках законодательства. Но что-то мне все меньше и меньше верится, учитывая, что у нас еще приграничная зона. Тут, оказывается, кроме того, еще ограничение ФСБ есть. Поэтому полеты, все, что наоски сдавал я в летний период, то, наверное, будем смотреть. На тот момент тоже, наверняка, не всегда можно было летать, но можно было. А он все звенит и звенит. Наверное, его глюкануло. Так что вот так вот, ребятки. Лучше камеру купили, наверное, да? И модуль с микрофоном. Ну, а я под это музыкальное сопровождение заканчиваю очередной ролик. Про Лазовскую слегка прогулялись по пляжу Дельфин. И где-то там перевелось Бризик, хотя бы не понимал, да вот буквально на днях же и ходили. С Победы, с периодка Победы. Не так давно это было. Поэтому всем пока, всем до новых встреч. В эфире приедет Лазовского.